Боевики не прекращают обстрелы позиций в УСУ на Донбассе. С начала суток их зафиксировали 19. Ранения получили 11 украинских бойцов. Вопреки договоренностям о режиме тишины, противник начал использовать оружие более крупного калибра. Подробнее с линии огня Ирина Баглай. Весь сектор поражения попал на флаг. Весь покосный. Нам прилетело около 40 штук сюда. Самый большой флаг Украины в селе Зайцево водружать на передовых позициях десантникам пришлось под плотным огнем боевиков. Так болезненно наемники реагируют на украинскую символику, говорят бойцы, особенно на сине-желтый стяг. Тут такой, говорят, пуль был, что мама не горюет. Он, сами видите, он весь в дырочку, еле поставили его. В округе все изрыто снарядами и минами. Вчера вечером бойцам пришлось выдержать очередной массированный обстрел. С малой промкой там вниз немножко уходит с карьера. Получается углубленный. Туда основном по нам закидывают. Вначале идет СФГ. Потом потихоньку мины. Покрупнее, покрупнее. Ну и наращиваются. Потом заканчиваются уже, как говорится, шлифуют стрелкотней. Цель сломить наш дух. Артиллерия боевиков начинает работать после появления вражеских беспилотников. Здесь уже сбились со счету. Столько их пролетает каждый день. Беспилотники такие, как уже мухи летают летом. То есть постоянно. Они, получается, пробивают наши позиции, где мы находимся, где площадь какую-то, и начинают накрывать ордой. Бьют российские наемники прицельно фугасными снарядами, чтобы уничтожить блиндажи наших бойцов. Антон показывает место, куда попала мина. Ну, метров двадцать вырвало с корнем, вверх крыши закинуло дерево. На фугасной основе. Рассчитано на поражение блиндажей, скажем так. Получается, взрывная волна намного мощнее, сильнее. А вот блиндажи десантники своими руками возвели на совесть. 82-ю выдержат, 120-ю выдержат, потому что мы на достаточной глубине. Ближе к укрытию приходится держаться даже днем. Боевики применяют гранаты, которые разрываются в воздухе и пытаются накрыть осколками как можно большую площадь. При этом не обращают внимания, есть ли поблизости мирные жители. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.